приготовление капучино почистили холдер убедили что он сухой и чистый внутри после этого по прежнему иногда нужно производить контрольное взвешивание порции кофе установили холдер в кофемолку обращаю ваше внимание нет необходимости стучать холдером нет необходимости делать так что у вас происходит какие-то постукивания вот эти вот движения делать не нужно вы можете это поправить рукой пальцем либо специальным устройством 18 граммов многовато нам необходимо убрать лишний кофе и сразу произвести корректировку дозировки чтобы не забыть для этого мы нажимаем на кнопку и отнимаем некоторое количество секунд и подтверждаем центральной кнопкой все после того как вы подготовили холдер очистили его края переходим к темперовке первичная темперовка нажимаем спокойно и финальное нажимаем с усилием отполировали наш холдер готов для приготовления кофе отставим пока его в сторону и перейдем к приготовлению молока что для этого нам понадобится питчер первое время бариста я рекомендую вам взвешивать количество молока который вы используется используя для этого мы наливаем 180 миллилитров молока этого до объема достаточно для одной порции кофе если вы используете одинарный питчер стандартный объемом 350 миллилитров вот необходимое количество молока плюс-минус 5 грамм допустимо процесс сбивания молока сейчас я покажу детально что для этого нужно отдельная ветошь для стиммера перед тем как сбывать молоко необходимо убрать конденсат это воду когда вы убираете конденсат никогда не направляете стиммер на себя или на кого-то еще для того чтобы не обжечься поскольку здесь кипяток убрали конденсат протерли стиммер и приподняли стиммер в направлении для себе чтобы было удобнее взбивать дальше устанавливаем питчер ровно и наклоняем слегка правую сторону обратите внимание что когда вы готовите молоко в маленьком питчере стиммер лучше изначально погрузить чуть глубже то есть буквально на сантиметр и открыть пар открыли пар и контролируйте процесс вращения молока когда пены будет достаточно питчер можно слегка приподнять вверх закрываем наше молоко готово если вы сделали все правильно то молоко будет мелко зернистое и достаточно плотное кофе можно готовить как в процессе взбивания молока так и после того как вы взбили молоко так приготовился наш кофе и сейчас мы будем с вами вливать молоко перед выливанием молока кофе необходимо слегка стряхнуть для чего это делается для того чтобы крема на поверхности эспрессо стало более эластичным дальше также нужно перемешать молоко обращаю ваше внимание частые движения делать нет необходимости процесс перемешивания молока это довольно про спокойный процесс от резких движений может образоваться дополнительные пузыри поэтому перемешиваем молоко достаточно спокойно можем изменять траекторию направления питчера слегка молоко будет перемешиваться более качественно приготовили чашку ручка смотрит на сердце бариста чашку можно держать в руках если очень горячо можно придерживать за ручку вот в таком положении и производим вливание молока сначала вливаем небольшое количество слегка помешиваем затем опускаем питчер вниз и производим более активное вливание молока в чашку и заканчиваем процесс если вы все сделали правильно то чашка капучино будет иметь глянцевую поверхность ровную глянцевую поверхность блестящую не матовую ни в коем случае и рисунок будет хорошо отделяться от края то есть обязательно по краю должен остаться коричневый цвет внутри может находиться рисунок следующий этап вливание кабучино будет с предварительным перемешиванием как это правильно делается до этого мы перемешиваем молоко слегка стряхиваем кофе и вливаем небольшое количество молока в мис молочной твены в чашку кофе после этого необходимо перемешать эту структуру сделать ее более однородной это занимает какое-то время для того чтобы убедиться что поверхность имеет одинаковый цвет и исключительный глянец и дальше продолжить процесс вливания молока это кабучино с предварительным перемешиванием как правильно взбивать две порции молока сразу ставим на весы взвешиваем 360 миллилитров молока точно также как и в случае с одиннадой порции убираем конденсат поднимаем стиммер к себе ставим питчер ровно отклоняемся открываем под подставку кофемашины обращаем внимание чтобы молоко вращалось по кругу второй рукой что придерживаем питчер на финальном этапе когда мы понимаем что молоко готово приподнимаем питчер вверх и закрываем под наше молоко готово молоко вставляем в сторону и завариваем кофе пока варится кофе наша задача правильно разделить молоко для этого мы берем 2 питчер обязательно его прогреваем чтобы он был горячим иначе температура молока будет разная в двух разных чашках как правильно разделить молоко сначала мы перемешиваем молоко в большом питчере и по краю питчера выливаем большую часть в маленький питчер вот таким вот образом сейчас здесь молока гораздо больше чем нам нужно но для того чтобы правильно разделить пену мы сделали специально такую такую штуку дальше мы делаем покачивание и сливаем активными движениями лишнюю пену из 1 питчера переходим к вливанию молока в кофе самый основной рисунок самый первый с которого стоит начинать обучение в латте арт он называется сердце с покачивания для этого мы вливаем небольшое количество молока в конце питчера пускаем вниз и раскачиваем в разные стороны и проводим слегка вперед сердце с покачивание можно вливать из большого питчера можно перелить в маленький питчер это зависимости от того как вам удобно давайте попробуем вливать следующий рисунок который я рекомендую вам изучить называется тюльпан вливаем небольшое количество молока перемешиваем делаем первое вливание второе вливание третье четвертое пока в общем то вам не надоест и завершаем процесс рисунок называется тюльпан как правильно производить тренировку латы арт сейчас я покажу и так бариста может сэкономить некоторое количество молока и произвести тренировку латы а для этого мы переливаем первое вливание слегка насыпаем молотый кофе в чашку опять перемешиваем молоко вливаем небольшое количество молока в чашку и перемешиваем здесь обращаю ваше внимание что вливание всегда производится на жидкость никогда в сухую и дальше производим процесс тренировки следующий рисунок который покажу называется розетка делается на следующем образом мы отодвигаем край в обратную сторону и завершаем процесс вливание вот таким вот образом выглядит рисунок давайте я еще раз покажу как правильно выливать розетка мне жидко достаточно но мы попробуем это еще раз делать что для этого перемешать влить и технически показываю как правильно делать розетка перемешиваем 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 много нового потом вот так раз и блам 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 ли